Добрый вечер, друзья! Я рад приветствовать вас на докладе Сергея Махетова Тестирование оптимизации в кластерах баз данных. Сергей имеет обширный опыт работы в IT И за 13 лет работы в области за его плечами уже десятки релизов и внедренных решений Сергей, расскажи, может, еще пару слов о себе Привет, друзья! Да, я расскажу о себе пару слов, у меня это запланировано в докладе Ну, в общем, я занимаюсь в текущий момент своей жизни в IT, я занимаюсь базами данных То есть различными хранилищами для долговременного хранения данных И одна из моих задач — это довести их до такого состояния, что при минимальных ресурсах Мы получали максимальный выигрыш Вот, собственно, о чем и будет доклад Понял, слушай, ну, тестирование оптимизации — тема достаточно обширная Например, в моей области, в тестировании сториджей В основном это файн-тюнинг к софт-части, потому что железо, вот оно уже есть А в обычной практике я бы сказал, что чтобы ускорить работу базы данных Принято закидать железом, что ли? Так ли это? Ну, это один из подходов Если у нас есть возможность закидать железом, почему нет? Но мы как раз поговорим об этом в закладе тоже Будем ради послушать. Слово тебе Спасибо. Ну, давайте начнем Еще раз, меня зовут Сергей Махетов Я работаю в компании Contour И расскажу про оптимизации в базах данных и про их тестирование Я работаю в IT больше 10 лет Из них больше 5 в тестирование И в основном я занимаюсь инфраструктурными решениями Это распределенные базы данных Это интеграционные решения И если у меня есть возможность выбрать стек, на котором я работаю Это будет Linux Java Scala, как язык для написания тестов или других утилит И G-метер Гатлинг для тестирования производительности Естественно, этот круг Это не исчерпывающий перечень, но это то, с чем мне в основном нравится работать И системы, которыми я занимаюсь на текущий момент Это Kafka, Elasticsearch и Chaos Мы их будем использовать в качестве примеров Немного расскажу о своей деятельности И почему я могу разговаривать на эти темы Дело в том, что я работаю в команде телеметрии контура Это команда, которая занимается предоставлением такой услуги Как сбор данных телеметрии Логи, метрики, трассировки, аннотации И еще другие виды телеметрии Хранение их и предоставление командам разработки Для решения различных задач Аналитики, расследования инцидентов и других задач И мы используем различные хранилища Так как для разных видах телеметрии подходят разные хранилища У нас к ним высокие требования по нагрузке Допустим, сейчас написано больше 3 миллионов событий в секунду На самом деле это число растет И сейчас периодически достигает 5 миллионов в пике В определенные дни в году Когда деловая активность повышена И особенность такая, что мы не хостимся в публичных облаках Мы хостимся на своем железе И поэтому доклад как раз посвящен тому Как сделать так, чтобы базы на текущем железе работали лучше О чем мы поговорим? Вот у нас есть кластер базы данных И допустим, нам не хватает его производительности Либо он начал долго отвечать, либо мы не успеваем его писать Либо просто база встала кулом Не может выполнять свои задачи Но есть несколько способов решения этой проблемы Просто закидать железом Или выделить ресурсов в облаке Один из вариантов, который предполагает Что у вас есть это железо, есть ресурсы Вы можете очень быстро его найти И дополнительные затраты на него Ну и база данных умеет, кстати, это делать Хорошо в себя впитывать дополнительные сервера Ну или ноды в облаке Можно снизить нагрузку со стороны клиентов Это мы, естественно, тоже делаем Общаемся с клиентами, оптимизируем их работу с базой данных Но об этом сегодня говорить не будем И следующая задача — это оптимизировать То есть брать следующий способ Оптимизировать, то есть немного манипулируя настройками базы данных Или какими-то другими сущностями, о которых мы сегодня поговорим Выжимать больше из текущего железа У нас такой план Пару терминов рассмотрим Рассмотрим три кейса оптимизации От более простого к более сложному И поговорим в общем об оптимизации И об особенностях их тестирования Ну и вообще ключевая тема, наверное, которую хочется обсудить Это вообще осознанность проведения оптимизации И бережное отношение к своим ресурсам К железным, к человеческим и к другим ресурсам Терминология Будут потребляться такое слово, как кластер Что такое кластер? Ну, это скопление, объединение каких-то однородных элементов Которые рассматриваются как самостоятельные единицы Для внешних пользователей То есть когда у нас есть кластер базы данных Для внешних клиентов это просто строка подключения Что там внутри кластера, как это работает, как это устроено Клиенту не важно То есть это просто скопление однородных элементов В нашем случае нод серверов И нода Это вот как раз этот самый компонент Скопление которых мы называем кластером То есть это отдельный узел BD И сразу же закину удочку на одну из оптимизаций Это специализация этих самых нод Дело в том, что ноды могут иметь разное назначение Допустим, ноды Elasticsearch Могут быть мастерами, котами, колдами То есть этот узел выполняет различные действия И ресурсы, которые он требует, могут быть тоже различные И ноды могут быть одна на сервере Может быть несколько Для того, чтобы лучше утилизировать ресурсы сервера И давайте рассмотрим три кейса Мы сегодня говорим о базах данных Но о кластеризованных в первую очередь Дело в том, что есть какое-то множество баз данных Которые определенным образом умеют В масштабирование, в кластеризацию То есть они из коробки обладают Такой способностью добавлять в себя ноды Допустим, это Kafka, Clickhouse Elasticsearch, Cassandra и другие Да, Kafka это не является базой данных В привычном понимании Но она обладает определенными свойствами Такими как репликация, шардирование Горизонтальное масштабирование Другие, которым тоже применимы Оптимизация, про которую мы будем говорить Поехали Многие из вас, наверное, работали с Kafka Это распределенная стриминговая платформа Она ключевая Ну, все примеры у нас Про горизонтальное масштабирование Будут отказостойчивость и производительность Все три базы данных Которые мы будем рассматривать Kafka это распределенный лог Он используется для того, чтобы данные В него положить И потом один или несколько раз прочитать То есть для обмена сообщений Между различными приложениями И у нас первый же кейс Мы какой-то кластер Kafka собрали У нас есть какой-то пул железа Под наши задачи Выделены Есть какая-то на него нагрузка Она начинает расти И мы видим, что в какой-то момент У нас в наших настройках На одной из нот Большая утилизация процессора и дисков Памяти Большая малая утилизация процессора И высокая утилизация сети и дисков Смотрим на следующую ноду На следующую История повторяется И вот у нас несколько нод В которых процессор используется мало А сеть и диск значительно И проблема в том, что Мы уже докидывали ресурсы Мы уже докинули дисков Мы уже в сеть уперлись Теперь нам нужна смена сетевых карт А это нетривиальная задача Так просто увеличить сеть на машине И добавлять серверов Мы тоже уже не можем То есть в какой-то момент Мы просто встанем При определенных операциях В этом кластере Надо что-то делать Как-то его растачивать Оптимизировать Ключевая особенность Здесь, что процессор не используется А память и диск используются Можно применить такой подход Как сжатие У Kafka есть возможность Включать сжатие Вот допустим В Kafka Manager Это графический интерфейс Для управления кластером Kafka Есть прям такой пункт Compression type Мы можем включить сжатие Тут прям написано Какие виды И у нас Картина использования ресурсов Поменяется Вот мы сделали Тестирование Разных алгоритмов сжатия Без него Сжатие с помощью Gzip и ZSTD И посмотрели На утилизацию ресурсов И увидели, что При сжатии Gzip У нас утилизация Ну и при сжатии Gzip И ZSTD Утилизация дисков Сети снизилась И После определенных Видов тестирования Мы выбрали Gzip Потому что нам Именно важно Чтобы меньше Утилизировалось Диски и сеть Хотя ZSTD Быстрее проходит Соответственно Он еще более Производительный И после этого Наблюдаем такую картину У нас Уменьшилось потребление Ресурса И значит, что мы Можем добавлять Нагрузки на этот кластер Не увеличивая Железо в этом кластере То есть Очень простое действие Приведло к очень Хорошим результатам Мы взяли И немножко За счет процессора Уменьшили нагрузку На диски и сеть Ну, естественно Все не дается бесплатно То есть Да, мы там Показали графики Но для этого Мы делали тестирование В первую очередь Трегрессионное Что функциональность У нас работает И, кстати Один из алгоритмов Нам не подошел По какой-то причине Не заработал Чтение не происходило Консюмерами И конфигурационное Тестирование То есть подбор Соответствующего Кодека сжатия И эксплуатационные Сдержки Неявные Ну, явные Это значение Это потребление Сепью на клиентах То есть клиенты Которые Которые с нами Работали Стали больше Потреблять ресурсов То есть мы сказали Клиентам Теперь вы тоже Процессоры Продолжны больше Отдавать Хотя сеть И память Сеть и диск У них Сеть у них уменьшилась И появилось Некоторое Небольшое Неудобство Анализа данных По сети То есть раньше Мы могли просто Перехватить TCP-дампом Трафик И посмотреть Что там ходит Теперь Это чуть Более затруднительно Хотя все еще Возможно То есть Обычные операции Которые мы раньше Делали Теперь Ну, сложнее делать Допустим Для расследования Инцидентов Второй кейс Это высокая Утилизация дисков В кликхаусе Да, опять Про дисочки Пойдет речь Кликхаус Это распределенная Солнцовая система Высокая Производительность На ставку И тонко Настраиваемое Сжатие данных То есть В кликхаусе Сжатие данных Это одна из Ключевых оптимизаций Которая доступна И кодеки Кликхауса Они хорошо описаны И хорошо Позволяют Это делать Может быть Мы потом еще К этому вернемся И SQL синтаксис Который нам знаком По революционным Базам данных Хорошая база Для анализа данных Единственное Что у них В кликхаусе Один из основных Движков Merge 3 Вставляет Тон быстро А вот Изменять или удалять Данные там Дорого Ну из-за особенностей Работы этого движка Вот у нас Есть кластер В нем есть нода И эта нода Пишет свои данные На три диска С помощью Сделанного В формате G-Bot Just Ну просто Пачка дисков И мы наблюдаем Такую картину Когда у нас Запускается Вставка Пачки Мы видим Что первый диск Нагружается Очень сильно В первую минуту Во вторую минуту Загружается Второй диск Сильно В третью минуту Третий То есть соответственно Пачка В четвертую Четвертую В третью минуту Все еще Второй диск В четвертую Минуту Третий Соответственно Когда у нас Записывается Пачка данных Мы записываем Как правило На один диск Что Ну и получается Неравномерная запись Вот Как Ну и самое Плохое В этой ситуации Что если мы Не успеваем записать На диск За отведенное время То есть у нас 100% утилизации Диска Соответственно Мы не можем Мы можем просто Не успевать Вообще писать То что у нас Вставляют И просто встать Колом В определенный момент Ну и просто Прекратить свою работу Там переполниться Какие-нибудь очереди На клиенте И так далее Ну и у нас Тоже соответственно Диск Перестанет Выполнять задачи Отложенных операций Есть Такой способ Как сделать Запись Более равномерную Параллельную Допустим Rate 0 Или LVM Stripe То есть Когда у нас Запись идет Не на один диск А кусочками На разные диски То есть Пачка делится На маленькие кусочки И последовательно Пишется На все диски И соответственно Утилизация их равномерная Что мы получили Мы сразу Таки раз И диски Напрягаются Примерно хорошо И самое главное У нас нет нигде Нагрузки 100% Мы не упираемся В дисковую По систему И следующая Более сложная Оптимизация Которая требует Уже понимания Работы Понимания Особенностей Движка Merge 3 Понимания Что такое Партиции Парты И Другие Сущности Которые В своей работе Clickhouse Оптимизирует Суть такая Что Clickhouse Записывает Свои пачки На диск А потом Вычитывает Их Чтобы пересобрать Перемерзжить Оптимизировать И опять Записывает На диск И так Происходит Много раз В конце У него Получается Очень хороший Файл По которому Очень быстрый Поиск Но чтобы Получить Этот файл Нужно Много-много-много Раз Обратиться К диску Почитать И записать Значит Мы подумали О том Ну то есть Слева у нас Указан пример Допустим 8 записей Было И мы Несколько раз Их Читаем И пишем Что можно Сделать В этом Кейсе Мы можем Взять И Сделать Все операции В памяти Операции В памяти Дешевле Чем на диске Соответственно Мы один раз Загрузили В память Перемерзли И записали На диск Один раз Мы еще Больше Утилизацию Диска Снизили И прям Хорошо Стало То есть Мы такие О класс У нас Утилизация Дисков Маленькая А диски Это то Во что Мы упирались Мы вообще Можем Даже сервера Вытащить Из кластера Что мы потом Сделали Для других Нуж Сразу же Освободили Некоторые сервера Потому что Нагрузка На дисков Упала Еще был вариант Заменить диски На более Высокопроизводительные Тоже Не надо Стало Этого делать И Еще Так как данные Хранятся в памяти Мы очень быстро Читаем Это тоже плюс Ход данной Быстренько Прочитать Класс Вообще Но Тут Издержки Еще больше Мало того Что это Потребовало Какого-то Исследования Еще больше Во времени Тестирования Самая Ключевая Проблема Это то Что увеличение Сложности Архитектуры Произошло То есть Там Какая-то Дополнительная Таблица Появилась У него Какая-то Логика Работы То есть Об этом Тоже Инженер Который Будет Это сопровождать Он должен В это Погрузиться И понять И в том Что у нас Не просто Диски У нас Какой-то ЛВМ Собран Как-то Его надо Тоже Обслуживать И При этом У нас Могут быть Потери Данных При перезапуске Сервера Потому что В памяти Данные Пропали И не записались Еще на диск И Так как ЛВМ Это массив Дисков При потере Одного диска Мы теряем Все данные Потому что Часть кусочков Файла Одного Записана На этот диск Ну то есть Всех файлов По сути Какая-то часть Записана На один диск Выпадение Одного диска Мы теряем Эти файлы То есть Если раньше Мы должны были Синхронизировать Один жесткий диск При замене То сейчас Все три будут Синхронизироваться При замене Репликация Будет Возвращать Данные На диск Следующий Кейс Это Про Elastic Search Про Жизненный Цикл Индексов Это Еще более Сложный Кейс Он Уже Задействует Работу С клиентами Он Уже Задействует Там есть Отложенные Операции Еще более Сложные Вещи Ну давайте Посмотрим На него Elastic Search Скорее всего Тоже Много Кто С ним Работал Это Хороший Поисковый Движок И Обеспечивает Очень хороший Быстрый Поиск Полнотекстовый То есть Туда Можно записать Логи И потом Мы хочем Быстро Искать По ключевым Словам Что мы Собственно И делаем Ну Скорее База данных Рестапи Очень удобненько Модно Молодежно Собственно Мы Складываем В него Логи А этих Логов Тоже Очень большое Количество Несколько сотен В секунду Сотен тысяч В секунду И Как эти Логи Пишут Команды Они Их Пишут С названием Команды Окружение И В конце Добавляют Имя Дату Добавляют Дату Текущий День Почему Нельзя Просто В одну Таблицу Писать Потому что Таблицы Должны Быть Конечные Разрастаться Не совсем Таблицы Индексы Индекс Это какое-то Подобие Таблицы В Реляционных Пазах данных И Потом Выгребаются По индекс Паттерну То есть В конце Ставим Звездочку Выгребаем Все данные Из всех Этих Индексов По датам Что Произошло Дальше А Еще есть Жизненный Цикл Когда у нас Данные Приходят Первый раз Мы создаем Индекс Потом Он переходит В фазу Ход То есть Данные Хранятся На SSD Дисках Потом В фазу Ход Он прямо Уезжает На другие Диски И там Живет И На HD Дисках Более медленный Доступ Более дешевый И удаляется Когда-то Со временем Ну там Еще на самом деле Другие фазы Но для упрощения Мы их не будем Рассматривать И Что получается У нас Разные команды Пишут Разное количество Данных И эти Индексы Разного размера И Получается Две Ключевых Проблемы Это Маленьких индексов От маленьких команд И Огромные Такие Большие индексы Неповоротливые От больших команд К чему это приводит Это приводит К тому Что перемещение Больших индексов Оно просто Тяжело А маленьких Их очень много Очень много задач А еще это делается Ночью Очень тяжело Все это ночью сделать Чтобы понять Ну пример Какой можно привести Вот у нас есть цех И в цехе Вот эти шарики Катаются по разным Участкам И в какие-то Участки Просто двери Есть И мы просто Больший индекс Не можем просунуть Потому что Памяти не хватает У нас хипа Мы просто Не можем его Дальше просунуть И все А маленьких Просто очень-очень Очень много Катать По одному Тяжело Затратно И еще мы Манипулируем Не пишите Вопросы Дальше Отказостойчивость Не так Трафик Не собрать Дальше 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 Чтобы сюрпризов Чуть-чуть Поговорим Поговорим попозже Анализируем Результат И еще Такая Следующая операция Это нужно Понять и оценить Риски Которые мы Привнесли в систему С помощью наших Оптимизаций То есть мы что-то Поделали И есть вероятность Что мы Подвергнем Текущее состояние Базы Кому-то риску Что-то может Потом пойти Не так Не обязательно Сейчас Ну какие виды Тестирования Используются Скорее всего Регрессионная То есть Скорее всего Вы уже Когда запустили Вы уже протестировали Функциональность Ну То есть То что у нас Система все еще Продолжает работать Корректно Отправатывает запрос Естественно Нагружечное Тестирование Производительности СРС-тестирование То есть Мы Мы собственно Для этого и делаем Чтобы наша система Выдерживала нагрузку Эксплуатационно Это то Как мы что-то поделали А после этого Кластер все еще Можно перезапускать Выключать ноды Еще какие-то действия Делать Запланированные И не запланированные Это отказы Восстановления То есть Что будет Если сервер После того Как мы поменяли Настройки репликации Вытащить из розетки Вообще Вот как это все Переживется Здесь верят И Объемное тестирование Чуть-чуть о нем Позже поговорим Это тестирование Когда мы Заливаем Грубо говоря В базу Большие объемы Смотрим Как она работает На больших объемах Это тоже важно Потому что На Миллионе строк База Сделать индекс В базу Это Одна сложность А на 10 миллионов Другая совсем Ну там Или на 100 тысячах Как мы В тестовой базе Это по одному Работает На сотнях Миллионов На миллиардах Совсем по-другому А кратенько Три таких рекомендации Про тестирование Оно Вообще Про тестирование Производительности Ну И соответственно Про тестирование Оптимизации Первая Рекомендация Все Что вы Тестируете Максимально Сохранять Графики Отчеты Документировать Описывать То есть Вы провели Серию тестов Сделайте Аннотации В графане Ну Естественно Отправить Данные Чтобы их потом Можно было посмотреть В графане Метрики Естественно Ну Аннотировать их Чтобы потом Можно было восстановить Что вы делали Если вы Там Меняете настройки Которые нельзя В графан отправить Не знаю Делать скриншоты В задачу Где вы это тестировали И писать там Какие-то вещи Подписывать Раны В TeamCity Или в GitLab И Вот Очень красивый отчет Мне нравится Тут на одном отчете Для разного количества Сущностей Разного количества Воркеров Показана Производительность И еще Для разного количества Выделенных ресурсов То есть Ребята Сделали отчет По которому Можно сделать Какой-то анализ Посмотреть Как у нас система Реагирует На различные изменения И потом Обосновать Какое-то свое решение Ключевая Задача Этих отчетов Это Принять решение И потом Понять Почему мы Такое решение Приняли И понять А можем ли мы Еще что-то Здесь улучшить Потому что Бывает так Что мы По кругу Ходим Одно и то же Делаем Хотя у нас Давно работа Сделана Другим человеком Который уже Поисследовал Почему Вот именно Такие настройки У нас стоят Это Прямо бывает Такое А вот Помните Мы Говорили О том Об алгоритме Сжатия Который мы Выбрали Я если честно Забыл Какой алгоритм Сжатия Мы выбрали Но вот Посмотрев на Этот график Ну естественно Я посмотрел Там что Затас Зип И посмотрев На этот график Я вспомнил Почему Вот потому Что он Обеспечивал Минимальное Потребление Диска И сети То есть То что нам Нужно было Сделать Второй кейс Вторая рекомендация Это протестовые данные Дело в том Что если вы Собираете Звуки Апоссумов В дикой природе Как он орет И пишите их Текстом Вот в такую строку Это Хорошая Это хорошая Строка Но не для Тестовых данных Нет Если вы Собираете Звуки Апоссумов И так записываете И у вас Такие продовые данные Это хорошо Но Скорее всего В реальной жизни Данные Которые хранятся В базах Это Другие данные И тут Ключевая особенность В том Что есть Разное представление Данных И оно По-разному Хранится В базе К ним По-разному Применяются Кодеки Сжать Оно Разное место Занимает Разные Процессорные Ресурсы Для Обработки Джессон И XML По-разному Обрабатываются С точки зрения Нагрузки И это Надо учитывать У нас был кейс Когда мы Тестовыми данными Прекрасно подходил Когда начали Гонять наши данные Настоящие Они еще у нас В бинарном протоколе Часть Они вообще По-другому сжимались И выбор был сделан Неверно Как оказалось Просто из-за того Что мы поленились И нагенерили Каких-то текстовых данных И тут Немножко Пару слов Про форматы Хранения И передачи данных У нас есть Два ключевых Формата Это текстовый И бинарный Текстовый Он больше для человеков Сделан Чтобы мы могли Его прочитать И там руками Сделать И легко сгенерить А бинарный Он для машин хорош Его машины Быстрее создают Декодируют Кодируют Декодируют Компактно Не хранятся Но человеку Их сложно сгенерировать Надо какие-то тулы И писать для этого Вот Но ключевое здесь Что именно Для Ну допустим Протобав Он описан так Что у него есть схема И Процессу Какому-то Его проще Просто Как объект Там В память забрать Намного проще Чем JSON В котором есть пробелы Там Переносы строк И еще всякая Ненужная штука И Классный способ Это генерация Данных продовых Либо дублирование С прода Ну вот Допустим Есть Nginx GoReply Который Можно там Дублировать Трафик Например Нон-тестовый сервер Есть еще Способ Такой записи Есть такой способ Как мы записали Влог Какой-то Каким-то образом Записали Транзакции Ну допустим TCP-дампом Запросы сетевые Либо Для Кассандры Вот есть FQL-тул И у него Файл какой-то И потом мы этот файл Проигрываем просто Вот Был кстати доклад Недавно Про такую операцию С Монгой От Раисы Вот как раз Это один из способов Обеспечить Хорошие тестовые данные Записать сначала А потом Воспроизвести И у нас еще Такая практика была Когда мы брали С TCP-дампа Бинарный То есть Мы брали TCP-дамп И брали оттуда Прям пакет TCP-load И его превращали В ленту патронов Для танка Яндекс-танка С нагрузчиком Ну С его С фантом По-моему Нагрузчик там называется Вот с помощью TCP-дампа С помощью кода Выкусывали Прям бинарные пакеты Вот это как раз Протобав Чтобы настоящие данные Сгенерить И тогда Это можно На эти данные Опираться При принятии решений Третий кейс Идентичность Стендов Тестирования Эксплуатации Да, это очевидная вещь Но В этом случае В случае Опимизации Она наиболее Она очень сильно Важна Потому что Одинаковое количество Ядер Работает по-разному Для разных Железок Для разных Процессоров Где-то там Ну просто Разные характеристики Где-то ядра реальные Где-то виртуальные Если у вас Разное количество Памяти на машинах На тестовой Продовой У вас Память Отдается под Пейдж кэш И допустим Для кавки Пейдж кэш Очень хорошая штука Из-за которой Она по-другому Ведет себя При Операциях Чтения Повторного чтения Чтения Старых данных Сеть 10 гигабит Она может работать Для каких-то сценариев Хуже, чем Одногигабитная Потому что там По-другому Утилизируется процессор Диски Вообще По-разному Работают Вот допустим Мы Тестировали Кликхаус На одних дисках На высокопроизводительных Мы достигли Очень хороших Результатов Потом Нам купили Других машин С других дисков И мы на них Пересели И начали Как раз В том числе Делать оптимизации Потому что Другие показатели Работа диска Их нужно Они больше Утилизируются И у них Ниже предел Производительности Обычных дисков Очень сильно Зависит даже От контроллера диска Поэтому Тут Надо Четко понимать Что Железо ведет себя По-разному И быть готовым К этому То есть Заранее закладываться Ну либо На Продовых Тачках Тестить Потом их Вводя В прот Собственно Вот Отсюда Как Такой Появился Бубен Там Конфиги Надо на Проде Потестить Потому что На тесте Их не потестить Ничего Тестирование Покажет Непонятно Что И еще У баз данных Есть определенные Особенности Которые Отличают Их От Остает Лиз Приложений Первая Особенность Есть В базе Данных Отложенные Операции То есть Мы уже Немножко Затронули С Кликхаусом Допустим Есть операции Бэкапа Которые Дополнительно Нагружают Базу То есть Вы что-то Там Сохраняете И это Требует Дополнительных Ресурсов Есть Операции В разных Базах Данных Которые Направлены На оптимизацию Хранения Данных Это Мерш Оптимайз Компакшн В Кассандре Допустим Есть Компакшн Который Работает Определенным Образом И может Ну И тоже Нагружает Базу Данных В определенные Моменты И Есть Переезд На другие Фазы Чуть Позже Об этом Поговорим Вот Допустим Пример Компакшн В Кассандре В какой-то Момент База Решает Что ей Нужно Что-то Поделать У нее Сразу Дисковая Утилизация Поднимается Очень сильно У нее Там Останавливается Гц Точнее Гц По-другому Работает И мы Даже Выключили Клиентские Обращения Чтобы Не Нагружать Систему Чтобы Компакшн Прошел Нормально Кассандра Это Кластеризованная База данных Данные Берутся С других Нод Но Вот Такой Эффект Есть Самая Проблема В том Что Если По Расписанию Компакшн Производится В какой-то Определенный Момент Если Мы Не Учтем Это Мы Просто Потестили Пооптимизировали Что-то И потестили В течение Трех Часов А у Раз в неделю Происходит Какое-нибудь Слияние Какой-нибудь Мерш Но Соответственно Мы К этому Можем Быть Не Готовы У нас Может Что-то Пойти Не Так Допустим Нагрузка У нас После Наших Оптимизаций На Диск Выросла А потом Ему Просто Не Хватило Производительности Чтобы Успеть За Определенный Момент Времени Эти Сюрпризы Есть Как раз В различных Базах Данных Есть Возникает Такой вопрос Диски Дорогие Память Дорогая Диски Задорогие А что Будет Если Будем Данные Хранить На HDD Дисках Если Они Нам Меньше Нужны Подождем Мы их Какое-то Время Пока Они Загружаются Ничего Страшного Данные За прошлый Год Нам Редко Нужны А данные За этот Часто Будем За прошлый Год Далеко Хранить Ну Хорошо Мы Можем Сделать Разные Фазы Хранения И это Может Быть Реализовано Либо Внутри Одной Ноды То есть Прямо Одна Нода У себя Перемещает Данные По Разным Хранилищам Либо Внутри Одного Сервера То есть Разные Ноды Специализированы Внутри Одного Сервера Одной Железки Это Делают То есть Одни Ноды Пишут На SSD А потом Данные Передают Другой Ноде Она Пишет У нас При изменении Хранилища Растет Скорость Доступ Снижается Скорость Доступа В данном Конкретном Случае Когда мы Переходим От Памяти На SSD А потом На HDD И уменьшается Цена Хранения Чем более Быстрая У вас Память Тем Дороже Она стоит Ну и соответственно Когда мы Храним данные Там С SSD На HDD Переехали Нам Это дешевле Обходится То есть В какой-то момент Мы можем Сэкономить Чтобы Купить Не мощные Сервера А попроще С другими Дисками Но тут Надо понимать Что эта Оптимизация Опять же Стоит Чего-то То есть Мы еще Должны Знать Цену Перемещения То есть Мы Не просто Один раз Данное Записали Мы Еще Потом В Эту Ложенную Операцию Они еще Переместились И вот Какая Цена Выполнения Служебных Операций Будет Потом Допустим Какие-нибудь Оптимизации На холодных Хранилищах Все к тому Что нужно Проводить Объемное Тестирование И Длительное Тестирование Допустим Оптимизации Кто раз в неделю Их надо тоже Смотреть Как они На дисках Будут Холодных Работать Еще У кластера Есть такие Особенности Такие фичи Как репликация И шардирование Ну Не у всех Кластеров Но у Тех базов данных Про которые мы Говорим Пару слов Про них Расскажем Репликация Это Определенный Механизм Который Служит Для того Чтобы Данные Были нам Доступны При Каких-то Проблемах То есть Мы просто Несколько раз Храним копии Данных В разных Местах И от этого Есть небольшой Плюс Если эти места Поближе к Пользователям То пользователи Быстрее получают Данные Ну То есть Мы данные Допустим У нас есть Три дата-центра В каждом Из них По две Ноды И вот Треугольнички Одного цвета Это одни и те же Данные Мы записали В разные Дата-центры И у нас Один дата-центр Упал Данные Еще две Реплики Есть Мы их Прочитали Все хорошо Вот Допустим У нас есть Вот эта Картинка Из кавки Мы один раз Записали данные Они сами Там как-то Какой-то магии Там они Среплицировались Сама кавка Это сделала И потом Консюмер читает Откуда ему Удобно Что-то Тестировать Можно Репликация Вообще Отдельно Надо тестировать Даже Не с точки Зрения Оптимизации Вообще Как вы Настроили Она вообще Хорошо Работает Ожидаемо Или нет То есть Надо понимать Что у нас Будет Если у нас Выпала нода Сколько у нас Будет Восстанавливаться Это все Локализация Потребления Данных То есть Какой объем Трафика После того Как вы Сделали Там Репликацию Уменьшили Или увеличили Фактор репликации Или там Синхронную Асинхронную Репликацию Как-то настроили И работу Механизмов Выбора Лидерства Дело в том Что допустим Когда у нас Репликация Ну допустим В кавке Есть Лидеры У партиций У реплик Есть фолловеры Если у нас Тачка с лидером Выпадает У нас должны быть Перевыборы лидера Хорошо бы понимать Сколько это делается Для какого количества Партиций Времени И уже Знать Как у нас будет Кластер себя вести Ну да Про оптимизацию Можно сказать Что можно Тут особо не пооптимизируешь Потому что у нас Есть требования По хранению Мы можем только Их наверное снизить И тогда надо понимать При каком кейсе При каком количестве Выпавших тачек Мы попадем в просак А вот шардирование Там интереснее Что такое шардирование Есть еще Понятие секционирования Партицинирования Мы сейчас не будем Углубляться В их там Тонкие отличительные Особенности Ну скажем Что грубо Это очень близкие вещи Это разделение данных На части На кусочки На шарды Шард это осколок Вот у нас Есть какие-то данные За какие-то годы Вертикальное шардирование Это когда у нас Есть ключ шардирования Допустим Одни данные Свежие Вот немножко Проход Вот колд фаза Да мы можем Свежие данные Хранить На SSD А старый На HDD Вон 2020 год Вот А есть шардирование Горизонтальное Когда данные Как-то шардируются Без ключа Ну параллельное такое И читаем Мы тоже Опять же Все шарды Должны быть прочитаны То есть реплики Не все должны быть прочитаны А шарды все И мы опять читаем Шарду Мы там захватили ее Вот Соответственно У нас данные Вот здесь Один цвет треугольничка Это похожие данные Но из разных шар То есть это разные данные Вот И допустим Как это работает в Kafka Вот есть топик в Kafka У него есть партиции Вот мы написали В первую партицию Во вторую В третью Опять в первую Вторую Третью И так далее Примерно Последовательно Надо сказать Что в Kafka Есть шардирование Ну можно сделать Запись в конкретную партицию То есть можно сделать Шардирование по ключу Но Вот Здесь у нас Будет такое Обычное шардирование Когда мы последовательно Пишем там Рон Дробиным в партиции И как можно в жизни Это представить Вот у нас есть супермаркет В нем много касс То есть каждая касса Параллельно обрабатывает Людей Независимо друг от друга И чем больше у нас Кассиров И работающих касс Тем больше мы можем Пропустить через себя Поток людей Шардирование Естественно Есть плюсы и минусы Ну как В любой технологии Плюсы мы Производительность Увеличиваем И более равномерно Используем ресурсы Кластера То есть Когда у нас Допустим Мы упираемся В производительность Одного ядра Шардирование Нам дает возможность Упираться в производительность Нескольких ядер Большого количества Да Много сущностей Это Минусы Чем больше у нас шардов Тем больше у нас Каких-то сущностей Где-то эти сущности Дешевые Где-то они дорогие Допустим В Lastix Search Нельзя Очень много шард Держать на ноде Потому что Она станет Необслуживаемой Есть прямо рекомендация Сколько шард Должно быть После какого-то Количества Нода может Просто не подняться Ей просто не хватит Памяти И других ресурсов Чтобы просто Загрузить в нее Все свои шарды Это проблемой может быть И Ну вот Затрат на обслуживание Большого количества шард То есть Чем больше Вот этих сущностей На которые Каждый раз При каких-то операциях Тратится время Допустим Перевыборы лидера Для кавки После какого-то Количества У нас могут возникнуть Проблемы разного рода Для этого Нужно тестирование Чтобы понимать А нам страшно Или не страшно Большое количество Эти шард Или партиций Ну и еще Вот по производительности Мы взяли Проверили Допустим Одну 3,5 партиций И поняли Что у нас Сначала растет Производительность А после С 3 до 5 Производительность На чтение Уже не растет Ну там У нас просто На самом деле Всего лишь Три сервера было Все Дальше Шардировать нет смысла Потому что у нас Нет больше сущностей Которые мы можем Заэксплуатировать То есть все Мы все три сервера Тремя партициями Заиспользовали Дальше все уже А что тестировать Шардирование Ну естественно Классно знать Сколько мы максимально Выдерживаем На одном шарде На одной партиции И классно понимать Динамику роста То есть как Как мы растем При добавлении Каких-то сущностей Равномерность Утилизации ресурсов То есть А шарды они Одинаково потребляют Или нет Ключевое тут Что Ну то есть Классно понимать Что шардирование У нас действительно Параллельно работает Равномерно Какой вообще Общий предел Производительность Ну это складывается Из пределов Производительности Одной шарды И соответственно Какого-то ограничения Сверху Во что они там Потом упираются Дальше То есть мы не можем Ну мы можем Вообще в другие ресурсы Какие-то упираться Которые не шардируются И опять же Выполнение отложенных Операций То есть Вот Чем у нас больше Техсущностей Тем потом Мы при каких-то операциях Допустим Опять же При каком-то Оптимизации Мы можем Встретить спецэффекты Ну и давайте Поговорим В общем Про Про риски Которые у нас возникают Ну вообще В эксплуатации Баз данных И при тестировании Оптимизации в частности И Про требования Со стороны Того Кто пользуется этим И про затраты На все это На все эти мероприятия Какие у нас есть риски Мы вот что-то Пооптимизировали Мы взяли Фактор Репликации уменьшили Чтобы меньше Дисков Меньше серверов Использовать Ну как бы Пооптимизировали Ну как бы Вот так Что у нас есть Порча данных Возможно порча данных Хуже Порча Есть потеря данных Но порча данных Еще хуже Потому что Потеряли Мы хотя бы знаем Что мы потеряли данные Когда мы их попортили Мы не знаем Что мы их попортили У нас На счету Количества Там сумма денег Поменялась А мы не знаем Что она поменялась Опасненькая штука Ну и соответственно Риски Что мы что-то там Поделали У нас сервер Стал недоступен На чтение или запись Потому что Мы увеличили Так количество шар Сервис не поднимается Просто Ну и возможно Снижение работы сервиса То есть Ну Эти риски Классно понимать И применять их На то Что мы поделали Вот мы что-то поделали А у нас появился риск Потери данных Или нет Подумали Если появился Ну хорошо Запомнили Это и как-то обработали Если не появился Отлично Пошли дальше И дальше идет история Очень интересная То есть Мы такие сидим Думаем А можно ли нам Что-то использовать Какие-то приемы А вообще Иногда Классно задавать себе Такой вопрос И это не только Про оптимизацию Это вообще хороший вопрос Когда вы предоставляете сервис А можно ли Вообще Снизить характеристики Работы системы То есть А точно ли нам Ну Можем ли мы допустим Данные пользователю Дольше отдавать Там вообще Не хранить их На SSD дисках Или может быть Мы вообще можем Поменять базу данных Чтобы Там по-другому Это все работало Да дольше Но зато Меньшим количеством серверов Или там движок Поменять в базе данных Вообще Можно ли С пользователем Договориться Чтобы запись Или чтение Было Меньше Ну то есть Допустим На стороне Клиента Нашей базы Сделать Батчинг какой-нибудь Ну или Вот Сжатие Или Еще какие-нибудь Операции Или сделать Отложенные операции Чтобы допустим То что там В пике днем Приходило Как-то размазать Ну и другие Способы Взаимодействия С пользователями То есть Не обязательно На нашей стороне А вообще-то Поговорить с ребятами Которые пользуются нами Понятно что У нас это Внутренние пользователи Но вот С ними обсудить Можно ли это сделать Или часть расчетов Перенести на другую систему То есть Сделать их не в базе И Сколько нужно данных Хранить То есть Нужно ли вообще Покупать диск Или мы можем Данные после года Стирать Допустим Это какой-то лог И он не нужен После года Он может вообще Не нужен быть После недели И это Может нас просто Вообще Нас избавить От работы По каким-то Оптимизациям Ухудшению системы Эксплуатационных Их характеристик Ну и Нужно соблюдать Баланс Понятно У нас есть Сервис Который обеспечивает Скорость и надежность Да Ну или можно сказать Кластер Ну или сервис Это кластер Баз данных Над которым Навернуты Какие-то приложения Вокруг него И затраты Это собственно Затраты на реализацию Этого сервиса На эксплуатацию И на железо Да И соответственно Мы Чтобы повысить Надежность Мы можем В что-то Вкладываться Либо эксплуатацию Усложнять Либо железо Такидывать Либо реализацию Усложнять И тут такая Как сказать Метафора Есть Называется Низковисящие фрукты Вот у нас Есть дерево Мы взяли Протянули руку Сорвали плод Он висит снизу Сорвали Скушали Потребили удовольствие Получили Или еще что-то Сидор сварили И каждый следующий плод Стоит все дороже Потому что надо Все выше Подниматься Когда-то мы уже Поставляем тумбочку Потом лестницу Мы все выше Поднимаемся По этому дереву И вот можно сказать Что мы оптимизациями Все выше поднимаемся По этому дереву Каждая следующая Оптимизация На все дороже И все опаснее Можно сорваться С дерева По количеству Если мы Не профессиональный Древолаз Вот Но в какой-то момент А яблоки Это одни и те же То есть они Что снизу Такие Что сверху такие И в какой-то момент Может себе вопрос задать Может уже не надо Дальше лезть То есть остановиться В оптимизациях И вернуться к вопросу О том что Железом закинуть Не все Не всегда Те ребята Которые делают Обслуживают Там эти штуки И делают Какие-то оптимизации Они Там могут Обратиться И узнать А можно ли еще Там нам ресурсов Подкинуть И классно Если такая возможность И о ней задуматься И свое решение Обосновать Вот опять же Мы помните Там какие-то графики Строили Вот можно с ними Прийти и сказать Ребят Может мы просто Еще серверов Докупим Мы будем Опять брать Яблочки снизу И не полезем Там наверх Сложные оптимизации Делать Дело в том Что некоторые инженеры Так любят Оптимизировать Что они Упиваются этим И ради добычи Двух-трех процентов Просто Месяцами работают Хотя можно было бы Еще сервер купить И занять И занять Их более Классными Полезными Так сделать Ну или Требуем Я не знаю Ну вот Хорошо Классно Еще ключевые Особенности Все-таки Хотелось бы Акцентировать Внимание Да У нас есть Оптимизация Мы как-то О них узнали Почитали документацию Что-то поделали Пооптимизировали Получили Хороший выхлоп Но Не стоит Еще раз Забывать О том Что какие-то Наши действия Могут привести К ухудшению Ситуации В том числе Рисков дополнительных Там Хрупкость системы Увеличится И какие-то затраты Ну какие-то вещи Ухудшают Эксплуатируемость Системы Допустим Теперь нужно Понимать больше О ее внутренней Структуре И инженер Должен быть Более высококвалифицирован Это тоже затраты Что не все Оптимизации Одинаково полезны И тут я бы сказал Что надо Не надо начинать Со сложных Оптимизаций Каких-то там Размеров Патчек Размеров Буферов Там Сложных Каких-то Настроек Внутренних Надо начинать Там С низковисящих Фруктов Вот сжатия Например Вообще Базовая Вещь простая И вот Думать о том Можно ли просто Докинуть ресурсов Возможно ли это В вашей ситуации И Не мучиться С оптимизациями Не подвергать Систему риску Это основные вещи Про которые Хотелось поговорить Вот Ну наверное Спасибо большое Сергей Очень крутой доклад Классные кейсы Примеры Риски Особенно понравилась История С метафорой И Низковисящими Фруктами Слушай Исходя из моего Опыта Обычно Обычно За подобными Историями Скрывается Какой-то опыт Даже Возможно Какая-то боль Подскажи Прав ли я Ну Конкретно Этот кейс Был Такой У нас есть Ну я уже Немножко сказал У нас есть инженеры Которые Упиваются Тем Что они Подкрутили Какие-то Ручки Там Где-то Кода написали На Си На плюсах Или вообще На Си На расте Там Где-то Вот эти Ну Как-то Очень Тонко Оптимизируют Кодеки сжатия То есть Есть у кодеков сжатия Степень сжатия Там допустим С 21 Там Не знаю С 9 на 10 Поменяли Степень сжатия Там все по-другому Стало работать Но мы там Выиграли 1% Где-то Еще Очень сложные Вещи делают И проблема Даже не в том Что классные Специалисты Занимаются Такими вещами А дело в том Что Есть еще Нужен какой-то Контроль Со стороны Других людей И они должны В это все Погружаться В эти тонкости Особенности Чтобы понять А нужно это делать Или нет То есть Мало того Что сам человек Занят Он еще и занимает Своих коллег Просто был кейс Когда у нас Стояли сервера Которые мы Как раз освободили Вот когда в Кликхаусе Ну то есть Это реально кейс Мы взяли В Кликхаусе Сделали вот эти мероприятия У нас Просто тачки появились И у нас рядом Другой Кликхаус Есть Который там Супер оптимизирован Где Там Этих Отложенных операций Мержа Там Очень тонко Все сделано Там Какие-то накрученные Лимиты Троттлинги И прочие вещи Очень все Вот прям На пределе Производительности Мы говорим Ребята Вот вам сервера Сможете на них заехать Они такие Да мы все сделаем Нормально Сейчас мы еще Тут пооптимизируем Короче Сейчас через месяц Все нормально будет Проходит там какое-то время Ребята Вот они стоят Вот мы их освободили Пожалуйста Они такие Ну не знаю Это как-то вот Мы же можем сделать Мы же крутые инженеры И там только через какое-то время Когда уже прямо Ну появилась угроза Просто работоспособности Системам Потому что там Кто-то начал активнее Нашей системой пользоваться Ребята заехали Так классно Мы тут короче Разъехались У нас запас Парзадутить 40% еще Мы можем просто Полгода Полгода не париться Там Рост трафика Вообще нам без разницы Мы можем заняться Там задачами Ну другого рода Может новую систему сделать Которая более полезна Для других видов телеметрии Это же классно Вот То есть меньше тратить время На поддержание Работоспособности Текущей системы А заняться новыми вещами Вот Но сам тот момент Когда мы ребятам Несколько раз рассказали Что да Вы классные ребята Мы не сомневаемся Что вы умеете В оптимизацию Вы классно разбираетесь В выделениях Памяти там И прочим Вот вам сервера Давайте на них заедем И поедем Другие вещи делать Это конкретный кейс Вот И мы кстати С деревьями Там и объяснялись Слушай прикольно На самом деле Возможно Именно метафора И помогла Я бы не удивился Этому маленькому факту Как подсказывает Павел Что оптимизированное БД Это прекрасно И Но Не стоит забывать Что иногда Иногда полезно И Разработчиков Подтормошить Чтобы они уменьшали Обращение к БД Были такие случаи у тебя Да Да Мы немножко В этом докладе На это закладывались У меня вообще Такое Ну я даже Немножко скажу Что у меня Вот у нас есть команда Есть специализация ребят в команде Кто-то лучше вот Сидит в коде Разбирается Кто-то там Как вот Именно кишочки Прям очень Очень низкоуровнево Там Не просто что у нас Есть движок мерж 3 А прямо как он работает Вот прям досконально В кликхаусе Вот У меня допустим Я могу там Пойти с ребятами Ну там Началась нагрузка высокая Я могу пойти И спросить как бы Своих ребят А почему Там Какой-то поток от клиента Он увеличил сильную нагрузку И ребята скажут Что они пишут данные В таком-то формате Который для нас дорогой Вот просто порядок полей Или там Состав полей Просто дорогой Все Идем Собираем эту информацию Идем к ребятам И говорим Ребят Смотрите Вы вот так делаете Нам тяжело От этого становится То есть вы 5% сообщения Создаете нагрузку 30% А другие ребята Так не делают Давайте обсудим Как бы Это так и надо Или Ну Они скажут Ну вроде нам норм Ну а давайте все-таки Подумаем А как Как бы Вы можете изменить Чтобы нам норм была И обычно Это приводит К хорошим результатам То есть обычно С ребятами договариваемся Ну там Разные есть Это не тема Конференция Тестирования Это уже такая Что-то Между менеджментом Технологиями Там этими Манипулированием Угрозами И прочими Ну вот Но вот да Типа идешь в команде И договариваешься У нас Просто особенность команды Что мы предоставляем Всем сервис То есть мы говорим Вот ребята Пользуйтесь Пожалуйста Но не злоупотребляйте И вот когда Как бы Начинается злоупотребление Идем Идем Общаемся Естественно Это не очень хорошо Подходит для продуктовых команд Которые там Не знаю Не знаю Допустим Marketplace Мы не можем пользователю Сказать Слушай Ты давай Ты не будешь Смотреть Короче Свой товар Там Так часто Выбирай Вот Типа Не больше трех товаров За сессию Пожалуйста Слушай А было бы неплохо Кстати Я В премиум пакете Да Типа У тебя обычный пакет Это ты Три товара Можешь посмотреть Зато Зато Тестировать Это стало бы На несколько порядков Проще Тут Кстати Вопрос Еще разные тарифы Тестировать Ну ладно Что ж Сергей Спасибо большое За увлекательный доклад Я думаю Что нам еще есть Что пообсуждать И ребята Я всех приглашаю В зум сессию Продолжим обсуждение там Спасибо большое И хорошего вечера